Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня четверг, 24 ноября 2022 года, 274-й день войны Путинской России против Украины. Это уже, напоминаю, ровно 9 месяцев продолжается это варварство. Время 8 часов 27 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш ежедневный традиционный обзор новостей. Мы с моим другом и с ведущим этой рубрики Русланом Роговановым больше часа пытались установить связь. Но, к сожалению, из-за варварских обстрелов, которым подвергается инфраструктура Украины, это невозможно. Что сейчас, после российской атаки, 11 областей Украины полностью обесточены. Тяжелее всего ситуация в Киеве и Одесской области. Специалисты работают круглосуточно. И к середине дня все должно быть восстановлено. Сейчас в таких областях, как Запорожская область, Черновицкая область, Черниговская, Винницкая, они, ну там восстановлено электроснабжение. В Львовской области, в самом Львове энергоснабжение восстановлено полностью в области на 90%. В Днепре с электричеством только 15% абонентов. И 70% Киева остается без электричества. Водоснабжение возвращено только на левобережной части города. А на правобережной части ожидается в первой половине дня. Это вот я почему начинаю с этого, а вот почему. Как известно, Европарламент, об этом сообщило агентство Рейтер, приняло резолюцию, объявляющую Россию государством спонсором терроризма. Там содержится длинный перечень террористических актов, которые совершаются России по отношению к Украине. Кстати говоря, не только. Отдельное внимание, оно было обращено в этой резолюции к ударам по гражданским объектам, объектам энергетической инфраструктуры, больницам, школам и убежищам. И вот эти масштабные удары, это, по сути дела, ответ России, которая подтверждает свой статус стороны террориста. И последствия, они довольно страшные. Есть жертвы. Мы знаем, что погиб двухдневный ребенок в результате удара по родильному дому. Более того, информация приходит достаточно неприятная. А именно, издание «Политика», она сообщила, что по их информации, со ссылкой на источник в администрации Джозефа Байдена, Россия может в Украине применить химическое оружие. Как сообщает источник, это произойдет в том случае, если Россия будет терпеть серьезные неудачи на украинских фронтах. И при этом это будет сделано для того, чтобы не использовать ядерное оружие. Но, как всегда, это делает Россия. Если подобного рода вещи будут применены, то Кремль постарается применить вещества, которые будет сложно доказать в будущем, и будет пытаться это скрывать. Вот почему президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, призвал международное сообщество не только осудить энергетический террор России, но также лишить Российскую Федерацию права вета. Что, с моей точки зрения, совершенно логично. И об этом мы с моими гостями говорили неоднократно, что страна-террорист просто не может, не имеет права шантажировать мировое сообщество, потому что право вета позволяет именно это и сделать. Но проблема вот еще в чем, друзья мои. Дело все в том, что, понимаете, вот я обычно стараюсь не пиарить разного рода ватные ресурсы, но сейчас я изменю своему правилу. Я вот вам показываю публикацию на телеграм-канале Greyzone, связанную с ЧВК Ватнер. И вот что там пишут. Если вам плохо видно, я зачитаю. Полюбопытствуем. В Иерусалиме на временном территориальном образовании «Израиль» в кавычках произошли два хлопка. По предварительной информации, первая ситуация произошла на автобусной обстановке, где стоял бесхозный велосипед с размещенным на нем дистанционным устройством. Вторая же ситуация произошла буквально через 20 минут также на автобусной остановке. В этот раз устройство было вмонтировано в мопед. «Ответственность на себя пока никто не взял. Также не высказаны версии обвинения в одной из сторон, но предполагается, что это дело рук палестинских ополченцев, борющихся с израильской оккупацией на протяжении более двух тысяч лет. Или же иранских антифашистов, против которых Израиль на протяжении десятилетий совершает ряд международных преступлений». Конец цитаты. Орфография и пунктуация источника сохранены. Я, правда, хочу напомнить, что вообще-то уже взяла террористическая организация «Хамас» уже взяла на себя ответственность за данное преступление. Это я хочу напомнить. И также я хочу напомнить, что сам палестинский народ был создан в недрах Лубянки в 1964 году. Но это, как говорится, все детали. Мы уже должны обратить внимание на другую. На совершенно другое. Вы понимаете, уже не мною первым сказано, что настоящий русский патриот, он ненавидит две категории людей. Это нацистов и евреев. Если кто-то не помнит, я напомню, что нацисты, по их версии, они живут в Украине. Смотрите, не перепутайте. А вторые живут на территории, я имею в виду евреев, временного государственного образования Израиль. Живут уже более трех тысяч лет. Это вот так. Но нацисты, я напоминаю, друзья, они находятся в Украине. Смотрите, не перепутайте. Ну и вот в этой связи, что я хочу в заключение отметить, что одновременно с этим... Ладно, это вот, как говорится, ватный канал Гопника Пригожина. Это ладно, но интересно две вещи. Во-первых, о россиянах сказали, что они террористы. Однако россияне молчат. Я не услышал никаких гневных протестов. Я не говорю уже даже за Россию. Я говорю хотя бы за российскую эмиграцию. За пределами Российской Федерации проживает более 10 миллионов граждан России. Это только по официальным данным. И россияне молчат, несмотря на то, что заявляют, что они террористы. Но также второе я хочу отметить, что путинская пропаганда, она смакует вот эти удары по украинским гражданским объектам. Там визжат от восторга и радуются тому, что могут убивать украинцев. И вот в этой связи я хочу отметить следующее, что вот то, что Россия страна террориста, тут вопросов-то нет. Тут я хочу задать другие вопросы. Во-первых, вслед за президентом Зеленским хочу задать вопрос. А что эта сторона террорист делает в ООН? Она делает в Ж-20 и других уважаемых организаций. Что граждане страны террориста, почему они имеют возможность разъезжать по престижным международным курортам? Что вот это происходит? Я в конце концов, ладно, я даже проще задам вопрос. Я вот прохожу в том числе по Израилю и вижу, что на полках магазинов лежат так называемые русские деликатесы. А что они там делают? Вот у меня простой вопрос. Вы понимаете, что когда мы говорим о стране террориста, тут надо уже понимать, с кем вы имеете дело. По сути дела, я об этом говорил вчера на стриме, сейчас могу лишь только повторить, что Россия недаром якшается с самыми отвратительными режимами на планете. Я имею в виду Хамас, Хезбалла и режимы отмороженных иранских, а это северокорейские террористические режимы. Здесь уже, по-моему, двух дней даже быть не можно. Россия — это страна террориста. И, соответственно, и к террористу должны применяться соответствующие достаточно жесткие меры. И в этой ситуации я хочу напомнить следующее. Ближайший соратник Алексея Навального, Леонид Волк, он обратился к международному сообществу с предложением, что необходимо предоставить России после войны своеобразный план маршала, что это обязательно нужно. Ну, в этой связи я хочу сказать следующее, что, понимаете, друзья мои, это уже сейчас звучит совершенно неуместно. Леонид Волков сравнивает это с Германией после Второй мировой войны, что, мол, Германию восстанавливали победители. И если, я напоминаю, о чем говорил Леонид Волков, если не восстановить Россию, то там могут возникнуть реваншистские настроения, а так их заменит чувство благодарности россиянам. Но я хочу напомнить Леониду Волкову четыре вещи. Во-первых, я напоминаю, что Германия была, во-первых, полностью разрушена, это реально, после Второй мировой войны, и была под оккупацией на протяжении 10 лет. Потом уже по другим причинам, связанным с Холодной войной, там еще 30 лет в Западной и Восточной Германии стояли, соответственно, американские и советские войска. Во-вторых, Германия прошла очень жесткую процедуру доносификации. И она признала военные преступления, прошли через Нюранберг. Немцы принимали участие в перезахоронении. А что надо сделать для того, чтобы это же самое произошло после того, как Россия прекратит свое существование? Это не совсем понятно. Что Волков уточняет по поводу того, что должно быть, я не знаю, произведена доносификация России, он говорит об этом? Нет. Об этом ничего сказано не было. Я напоминаю, что в послевоенной Германии НСДАП, СССР, Гестапо были признаны преступными организациями, запрещены. А что, Леонид Волков уточнил, что то же самое надо сделать в Российской Федерации? Нет. Это не было уточнено. В-третьих, я хочу напомнить, что, во-первых, де-факто план Маршала был. И более того, что за последние более чем 100 лет, если быть точным, за последние 130 лет США трижды спасали жителей России от голодной смерти. Во-первых, я напоминаю, это был голод 1891-1992 годов. Тогда в Российскую империю было направлено пять пароходов с продовольствием. Во-вторых, это был голод в Поволжье 1921-1922 годов. Один из самых тяжелых периодов голода в истории вообще России. И тогда была оказана общая помощь американцами на сумму порядка 100 миллионов долларов. Это тех долларов, а не этих. На сегодняшний день это около двух миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте. Ну и, наконец, де-факто план Маршала, это были голодные 90-е. Вам напомнить операцию «Провайд Хоуп», когда было направлено в Россию более 500 самолетов? Ну и что? И стали россияне после этого испытывать чувство благодарности к американцам? Нет. Все было с точностью наоборот. Отъелись и начали воображать себя великими. Ну и, наконец, четвертое. Я еще ведь одну вещь вынужден напомнить. Дело все в том, что бэкграунд России таков, что россияне ничему не научились на своих же собственных ошибках. То, что сейчас заявляет Волков, это выглядит, простите, но это выглядит как шантаж. А что сейчас? Сейчас мировое сообщество, и особенно соседи России, они хотят иметь какие-то гарантии того, что подобное многовековое насилие, империализм, колонизация, они не повторятся. Понимаете, в чем дело? Что Россия, да, я согласен полностью, она должна вступить, если угодно, в клуб цивилизованных государств. Но, простите, а какие основания для того, чтобы хотя бы надеяться на это? Леонид, ну вы посмотрите хотя бы те ролики, когда простые россияне, они заявляют такие вещи, что они готовы сделать с украинцами, что волосы дыбом встают. Понимаете, это уже начинает напрягать с вашей стороны, уважаемый Леонид, что вы требуете для россиян каких-то преференций, вы рассуждаете о том, как нам надо будет восстанавливать Россию, а как перевоспитывать Россию, почему вы об этом не говорите? Поэтому в данной ситуации. Или повторяйте, что именно Украина пострадала, именно Украина сейчас разрушается кремлевскими агрессорами. Как-то вот так. И я просто хочу вам напомнить, я стесняюсь это сделать, уважаемый Леонид, но все-таки хочу напомнить, что вы говорите о плане маршала, но под такой план Маргентау, на него президент Рузвельт наложил вето. Но поинтересуйтесь, что это такое. И вот я полагаю, что говорить сейчас в отношении России гораздо уместнее в плане, планам Маргентау, извините за тавтологию. Еще раз, погуглите, что это такое. И, наконец, начните хотя бы помогать. Вот есть реквизиты в описании. Помогать Украине, в частности, вы можете помочь спецподразделению ХОВТ для того, чтобы разбить путинских агрессоров. Им это нужнее. И, кстати, им нужна, по сути дела, сейчас смешная сумма. Им нужно два антидроновых ружья. Каждая стоит приблизительно 12 тысяч долларов. Ну, перечислите. 12 тысяч долларов. А реквизиты в описании есть. Пожалуйста. И вот это тогда действительно будет основание для того, чтобы требовать для себя какие-то особые права для русского народа. и хотя бы раз, Леонид, при всем прощения. Но скажите, слава Украине, стране, которая сейчас жизнями своих граждан защищает мир от нацистской чумы, которая, увы, из России исходит. Я лично это говорю. Я, израильтянин, ежедневно слава Украине и спасибо Украине. Тадараба Украина. Дяки Украина. Thank you very much Украина. Данки еще Украина. До встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok